Современная динамично развивающаяся страна, которая на вид давно вышла из порядка стран третьего мира по ее собственному мнению. Новенький, точнее недавно вновь купленный автобус, современный, интегрированный в него система сбора денег с кодовым названием «Кондуктор» и реализовывающий ее бабушкой масленой. В автобусе установлено целых 4 места с ультрасовременной системой табличек, на которых указано, что сидеть на этих местах могут только больные инвалиды с детьми. Реализация же задумки стоит на широких и повидавших уже многое плечах бабы маслены. А раз партия, простите, государственное собрание постановило, что сидеть могут только больные инвалиды с детьми, значит никто другой и не должен. И корректно восприняв задачу, нанотехнологичный кондуктор баба маслена сделала своей священной целью держать эти места максимально свободными, ведь в прогрессивной стране нет больных инвалидов с детьми. Очередная остановка и несколько новых человек, которые вознамерились занять эти места, которые, я напомню, должны быть свободны. «Старший кондуктор маслена, ваш билетик, пожалуйста», сказала ультрасовременная и нанотехнологичная система контроля. «Вот, возьмите», — ответил человек в черной шляпе, очках и длинном пальто. «Хорошо, а почему вы сели на место для бист?» Про себя ухмыльнувшись, сказала кондуктор. «Она недавно слышала по телевизору, что сокращать длинные словосочетания сейчас модно». «Что, простите?» Человек в пальто явно начинал нервничать, ведь он давно наслышан об ультрасовременной системе, но еще никогда не встречался с ней лицом к лицу. «Почему сидите на месту для больных инвалидов с детьми?» «Невежда». Процедив последнее слово сквозь зубы, сказала кондуктор. «Я слепой», — с небольшой, но уже привычной грустью сказал пассажир. «На слепого вы не очень похожи. У вас есть справка?» Не унималась кондуктор. «Да, да, конечно. Я наслышан на новой системе контроля, поэтому всегда ношу ее с собой», — парировал незнакомец в пальто. «Сейчас такие справки можно на каждом углу купить. Моя воля, я бы все по-другому сделала», — со злобой ответила кондуктор. «Но это не мое дело. А чем вы там болеете?» «К такому вопросу незнакомец был не готов». «Ничем, если не считать слепоты». «Так, подождите. Слепота — это одно, а болезнь — это другое. Тут же все четко написано. Это место для больных. А вы не больны. Так что освободите, пожалуйста, это место». «Но ведь я слеп. Разве этого недостаточно?» «Нет, нет, 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 нет. На табличке четко написано. И не задерживайте меня». Незнакомец встал и с третьей попытки, ухватившись за поручень, побрел в углу автобуса, под грустные, уставшие взгляды, видевших подобную ситуацию не первый раз пассажиров. А современная ультратехнология контроля в современной динамично развивающейся стране уселась в свое нанотехнологичное кресло, с трудом поместившись в него, но довольная тем, что и сегодня смогла выполнить свой гражданский долг. В общем, не судите строго, ребята, навеяно какой-то давней истории из моей жизни. Просто ради эксперимента решил выпустить этот видосик. Если понравилось, то напишите об этом. Возможно, я порассказываю какие-то еще истории и замечания из своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok